Андрей Андреевич Пянковский, политолог и журналист. Уже к нам присоединился. Андрей Андреевич, рады приветствовать. Приветствую. Добрый день, Каролина. Тут со мной еще Юрий Кулинич, мой коллега. А вот скажите, Андрей Андреевич... Добрый день, Юрий. Приветствую. А для чего все-таки Шойгу подписал этот приказ? Потому что, ну ведь, несложно было догадаться, что все-таки Пригожин будет максимально этому сопротивляться и уж точно не пристанет с радостью на вот такую идею. Ну а сколько можно равнодушно слушать обещания повесить вас на, я имею в виду, Шойгу на Красной площади? Ведь именно эта участь предназначает Пригожин Шойгу. Ну, целый год продолжаются публичные обвинения, оскорбления Шойгу, Герасимову. Я бы задал другой вопрос. Почему Пригожин до сих пор не убит? Ну, мы видим, что предпринимал, оказывается, уже Министерство обороны такие попытки вот из этого инцидента с полковником Веневитовым. Ну, я считаю, у меня ответ на этот вопрос таков, чтобы Пригожин стоят достаточно влиятельные силы. Он является фронтменом достаточно серьезной группы людей во власти России, которые поняли, что война проиграна. И, в общем, обратите внимание, к чему ведет вся риторика Пригожина. Там же не только обвинения личные Шойгу Герасима. Ну, давайте я вам напомню такие вот цитаты. Не мы придумали эту спецоперацию, не мы развязали эту безмозгую... Ну, дальше следует выражение, которое я не могу здесь цитировать в эфире войну. Поэтому солдаты, которым бросили в эту трагедию, должны порвать задницы тем, кто это организовал. Он же, фактически, он ведет к признанию поражения в этой войне. И причем ведет как раз ту аудиторию, которая является, ну, самыми, так сказать, задолбанными патриотами. Он же герой этой публики. Вот недавний опрос, сегодняшний опрос показал, что в социальных сетях в конфликте с Минобороном Пригожина поддерживает 80% участников этих дискуссий. Цель этой достаточно влиятельной группировки... Ну, это же те же идеи высказал недавно такой заклятый враг Украины, как Затулин. Он повторял те же тезисы пригвозные, что война проиграна, Украина всегда останется независимой, она никогда не будет нейтральной, она всегда будет союзником. Эти люди хотят прекратить войну, обвинив поражение Генштаб, Министерство обороны, олигархов, живущих на Рублевке. И они решают, они поняли, что война проиграна, и решают важнейшую для них задачу. Сохранить власть и собственность в проигранной войне, после проигрыша в войне России. Рецепт для этого назначат предателей, виновных в этой войне. Андрей Андреевич, ну, если мы вот сейчас наблюдаем, да, возрастание определенной силы под названием Евгений Пригожин и, в частности, тех людей, которые за ним могут стоять, а где они будут черпать ресурс? И, в частности, я имею в виду силовой, для того, чтобы в этом противостоянии иметь шансы на успех. Потому что, ну, противник у тебя... Это самый важный вопрос. Я думаю, что это, так называемое, то, что я называю глубинное КГБ. Ну, прежде всего, это третье управление ФСБ, военная контрразведка. Ну, и ее поиск предательств и генералов, это является ее профессиональным занятием. Если бы он не опирался на эти силы, он был бы давно уже ликвидирован. Ну, и, кроме того, мы видим переход к нему статусных публичных политиков, как фактически, так же, повторяет Затурин. Мне кажется, что он опирается даже на поддержку такой ключевой фигуры в окружении Путина, как Юрий Ковальчук. Кстати, Юрий Ковальчук все время был куратором Пригожина и способствовал появлению и возвышению его империи. Юрий Ковальчук, один из идеологов этой войны, он внушил Путину безумный план вообще мирового господства. Ведь с этого же начинали, начинал Крем, помните, в декабре с ультиматума 30 странам НАТО собирайте, мы на так и убирайтесь. Но сейчас он понял, что, к сожалению, этот великий замысел не реализовался. Нужно решать другие задачи. Сохранение, повторяю, власти и собственности в проигравшей войну стране. Так что это достаточно, мне кажется, серьезная группировка. И что вот интересно, Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступательных операций украинской армии. Об этом свидетельствует его такая высокая публичная активность на протяжении минувшей недели. По крайней мере, так считают британской разведки. В своих комментариях министр обороны России восхвалял якобы вот некоторый там успех обороны, занятых позиций армии России и преувеличивал, конечно же, в разы потери украинской армии. И у нас есть цитата, давайте слышим. Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников. Из сообщения Министерства обороны Великобритании в Твиттер. И вот интересно тоже по поводу оборонной промышленности в России. Мы еще в начале нашего эфира с военными экспертами обсуждали о том, что, в принципе, потенциал этой промышленности абсолютно не таков, как заявляют в самой России. И как вы считаете, вот этот вот пафос, он для того, чтобы затянуть время каким-то образом выиграть и отсрочить, собственно, свою судьбу, которая, вероятно, уже предрешена вместе с поражением России. Или для чего этот пафос? Или это просто игра на каких-то эмоциях, игра просто на публику, для успокоения внутренней аудитории в России? Да что вы пафос Шойгу, а что вы скажете о пафосе главнокомандующим? Вот уж ее поведение действительно смехотворно. Выскочить на арену таким бодрячком в первый день операции главнокомандующего второй армии в мире. Правда, Тони Блинкен справедливо заметил, что это уже вторая армия в Украине. Но сейчас с этим не согласен Пригожин. Он, наверное, считает уже Министерство обороны третьей армией в Украине. Да, но вылезти главнокомандующего и пафосно рассказывать о трех уничтоженных танках «Леопард», из которых два оказалось потом, как выяснилось, комбайнами. Это показывает вот то почти паническое состояние ожидания хороших новостей, которых нет и нет уже месяцами. Но он уже выпрыгнул с этими тремя «Вагнерами», и, извините, ошибка по Фрейду с тремя «Леопардами», и куда-то снова затаился под корягу. А новости пошли каждый день гораздо менее. Я вот, украинский генштаб молчит основной. Я личную информацию черпаю основную из так называемых легендарных военкоров, таких уже агалтевых ненавистников Украины. И вот она становится все более и более для них тревожной. Я думаю, глубоко символично, что первый освобожденный населенный пункт в результате украинского наступления носит имя «Благодатное». Я не знаю, как это звучит по-украински, но это действительно символично. Ну, смысл тот же практически, да, вот как-то схожий с украинским, если перевести. Андрей Андреевич, возвращаясь к истории по поводу всех добровольцев под Минобороны. Да, определите. И как я понимаю, что одним из первых воюющих в Украине против нашей страны, вот таким так называемым добровольческим формированием, которое, собственно, подписало эту историю с Минобороны, стал этот чеченский отряд «Ахмат», соответственно. Да, там были представители, да, все так снимали, они подписи ставили и так далее, и так далее. Вот, и у меня возникает вопрос, а вот в этой истории, да, вот этих всех лагерей, которые друг друга ненавидят и которые готовы сажать друг друга, сам Рамзан Ахматович и его силы, которые, соответственно, под ним находятся, они тоже, вот это говорит о том, что они определились, да, с кем они и против кого? Вы знаете, они определились, Рамзан Ахматович определился с тем, что он за себя. Вот все эти, мы больше говорим, да, о Пригожине, немножко о Кадырове, как о примерах этих ВЧК, но мы же знаем, что их уже возникло более, около четырех десятков. Это небывалое явление в истории войны. Ну, на примере того же острейшего конфликта Пригожи в Министерстве обороны мы видим, что эти структуры ЧВК, они не помогают решению проблем войны с Украиной, они мешают, они создаются для этого. Как я уже сказал, все обладающие ресурсами, властью люди уже поняли, что война проиграна. Они создают ВЧК не для войны с Украиной, а для будущей, я бы сказал, гражданской, но в России не может быть гражданской войны, нет граждан, мафиозной войны. Вот почти как по Ленинским заветам война империалистическая перерастает войну мафиозную, которая вот эти 20 ЧВК, ну и в них, прежде всего, на первом плане Пригожинская, будут участвовать в том предстоящем громадном черном переделе собственности. Ведь с уходом в случае поражения войны путинскому клану придется уйти от власти, и тем самым громадная собственность в стране остается бесхозной. Вот об этом думают люди. А послевоенность, и об этом же думает Кадыров, только в своем личном аспекту. Он думает, как удержать ему власть в Чечне. Известно же, что все самые его такие боеспособные структуры уже переведены в Чечню, и они перестали уже тиктоки снимать в Украине. Для него, во-первых, он прекрасно знает, что все русские силовики его ненавидят, что он держится на какой-то личной унии с Путиным. Путин выплачивает в Чечне громадную дань, как проигравший войну в Чечне. Ну и за это Кадыров демонстрирует ему лояльность. Первое, что сделают силовики после поражения и после ухода Путина, это попытаются расправиться с Кадыровым. А кроме того, у него масса и своих недорабожелателей, кровников внутри Чечни. И не все были довольны этой сделкой его с Путиным. Поэтому он решает уже задачу сохранения власти в Чечне. А остальные ЧВК наметились на власти и собственности в постпутинской России и готовы за эти активы сражаться. Очень интересную удачную формулировку вы обозначили. Мафиозная война внутри самой России. И ведь называют два самых вероятных сценария, когда может начаться такая война после смерти Путина и после полного проигрыша России в войне в Украине. Не обязательно, что эти два события, смерть Путина, возможно, и проигрыш России могут идти параллельно. Существует ли, по вашему мнению, все-таки третий сценарий? Как вы считаете, вот такая мафиозная война, может ли она все-таки начаться до того, как полномасштабная война развязанной России в Украине закончится? Ведь вот такая мафиозная война, она могла бы, возможно, и ускорить завершение российской агрессии, конкретно в Украине. Я абсолютно с этим согласен. Более того, я скажу, ну вот смотрите, вот то напряжение, это мой обмен любезностями, уже убийствами, ударами, взрывами, арестами между генштабом и Пригожиным, таков, что это уже может взорваться в любой момент. Я считаю, что в этой ситуации триггером этой войны, ну, которая приведет к остранению Путина, и, как вы справедливо заметили, к быстрому поражению России, станет первой такой значимой политически и психологически успех украинскому страну. Ну, например, взятие того же Бахмута, который, ну, неизбежно, конечно, в результате этой пересменки, который сознательно с затеей пригожен, чтобы создать себе нарратив, я вот освободил Бахмута, Министерство обороны, вот бездарный шойку своими генералами, снова его потеряли. Или успех, вот, который сейчас ждут или на Донецком, или на Запорожском направлении, взятие, например, Мелитополя, вот такой крупный успех, он и станет, обрушит окончательно систему власти Путина, именно благодаря вот этому тому глубочайшему внутреннему конфликту. Андрей Андреевич, а давайте, знаете, с вами еще далее вот эту мысль как-то попробуем развить. И, в частности, смотрите, вот такую информацию к нашему обсуждению. Один из бойцов ЧВК Вагнер отказался от обмена пленными и перешел в ряды русского добровольческого корпуса. Это подтвердил и сам главарь Вагнеровцев Евгений Пригожин. Он назвал его предателем и намекнул на традиционный метод расправы в ЧВК в таких случаях. Кувалок, кувалок. Да, да. Ну, как показывают практики, это означает жестокое убийство. Да, и мы понимаем, о чем вообще идет речь. Но в целом, да, не сколько об этом кейсе, а сколько о прецеденте, тот, который мы наблюдаем сейчас и в Белгородской области при участии Легиона Свобода России и русского добровольческого корпуса. Да, как это влияет на дальнейшее развитие событий и как вы видите на возможный сценарий при участии вооруженной российской оппозиции, цель которых освободить, по сути, Россию от нынешнего правления путинского режима? Это единственное, чем, на мой взгляд, должна заниматься сейчас российская оппозиция, это стать политическим крывом вот этих добровольческих армий, российского добровольческого корпуса и Легиона Свободной России. Это важно прежде всего для будущего России. Сейчас масса идет дискуссий на тему возможного развала России. Есть силы на Западе, которые, пытаясь сократить поддержку Украины, пугают западного обывателя. Вот там будет страшный развал, неуправляемая, гражданская. Я вот поправляю, если она будет, она будет мафиозная война, русская смута и так далее. Но вот как раз единственный способ это предотвратить такое катастрофическое развитие событий, это появление русских вооруженных сил, которые станут союзниками Украины. Вот пока эти силы достаточно малы, хотя успешно было трейд в Белгородскую область. Тут у меня возникает ассоциация с Францией во Второй мировой войне. Вот сражающая за Францией, которую руководил Деголь, она в чистом отношении была недостаточно, не очень велика. И, в общем-то, честно говоря, вклад сражающей за Францией в победу союзников был невелик. Но он сыграл громадную роль для самой Франции. Он помог ей сохраниться после победы. Вот единственный шанс России найти какое-то свое место в международном сообществе государств после неизбежной победы Украины и ее союзников, это стать их союзником. Вот эту роль антипутинскую может выполнить ЭТАР. Поэтому я вот все свои скромные силы в рядах нашей оппозиции использую для того, чтобы направить ее именно в этом направлении, в эту перспективу, а не для подписания бесконечного количества деклараций. И я бы призывал тоже украинскую сторону обратить внимание на поддержку этого движения. Но, возможно, же пополнение этого корпуса. Вот в результате наступления Украины будет громадное количество русских пленных, один из неизбежных. Так, может быть, разрешить тому же добровольческого корпуса и российской оппозиции вести агитацию среди этих пленных за вступление в российский добровольческий корпус. Он может обеспечить для России какое-то место в семье будущих народов после победы союзников, а не унылую роль проигравшего все фашистского режима, беспрерывно озабоченного только. И Россия будет интересовать тогда ее соседей только в плане взятия с нее огромных репараций и суда над военными преступниками. А никакой позитивной силы там не будет. Единственное, вот будущее России как союзника той же Украины и цивилизованного мира, оно лежит только в успехе вот этих добровольческих формирований в Украине. Благодарим вас, Андрей Андреевич, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню зрителям, что на связи с нами был политолог, журналист Андрей Андреевич Пьянтковский. с FosterINT магазинам,ấn AC в куртах, где мы имеем 300 мит раз Продолжение следует...